Привет, друзья! Рад вас слышать на очередном мини-видео-уроке. Сегодня будет отрывочек из фильма «Закон о привлекательности», в главных ролях которого играют Джулиан Амур и Пирс Броснон. Если вы не видели эту комедию, друзья, крайне рекомендую ее. Ну, а по поводу ключевой фразы на сегодня, то фраза будет «Last Resort». Вообще, в принципе, сегодня вы узнаете четыре. Да, четыре очень интересные фразы. Они будут касаться отношений. Какие-то не будут касаться отношений, но ключевая фраза, за которую я хотел сегодня зацепиться, это «Last Resort». Дословно переводится как «Последний отдых», «Последний отпуск», но «Last Resort», другой перевод этой фразы, это «Крайняя мера» или «Последняя надежда». То есть это последнее, к чему вы должны прибегнуть или должны использовать. Ну, сейчас разберем этот кусочек, и вам станет более понятно. Итак, друзья, слушаем видеоотрезок первый раз. Давайте теперь послушаем второй раз. Ну, а сейчас, друзья, с чувством, толком и расстановочкой мы читаем с вами, произносим, тренируем наше произношение, ковыряемся в разных деталях, и потом в конце мы смотрим этот видеоотрезок еще разок, и мы понимаем, что мы все понимаем. Итак, друзья, поехали. Читаем вместе со мной, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, читаем первый раз. Думаю, друзья, с аудио и с текстом перед глазами было чуть-чуть попроще. А может быть, даже и намного попроще. Ну, а теперь, друзья, еще разок читаем в стул, тренируем нашу артикуляцию. Друзья, сколько из вас читало вместе со мной сейчас? Я уверен, что вы сейчас поймали себя на высли, что немногие. Друзья, пожалуйста, ну, читайте со мной вслух. Даже если вы сейчас находитесь в неудобном для вас месте, потом все равно придите куда-нибудь и произнесите вслух. Крайне эффективная методика. Итак, друзья, теперь мы переводим с вами, а потом ковыряемся в деталях. Итак, Джулиана сказала, ты еще очень молода, знаешь, над отношениями нужно работать. Многие пары проходят через эти трудные периоды, трудные этапы, и всегда нужно и можно находить пути их решения. Знаешь, развод должен быть твоей крайней мерой или последним каким-то инструментом для этого. Alright, alright. Итак, сначала по традиции цепляемся за вокабуляр. Первая строчка, последняя фраза, последняя фраза, сиреневым цветом выделена фраза take work. Ok? Relationships take work. Дословно, отношения берут работу. Что за ерундень получается? Ерундень на самом деле очень простая. Кто-то из вас, может быть, знает, кто-то не знает. Если вы хотите сказать, допустим, чтобы добраться до Санкт-Петербурга, требуется 4 часа. It takes 4 hours. То есть требуется или берется, занимается столько-то времени. Или, допустим, требуется время. То есть время заживляет раны. It takes time. Ok? Какое-то время. Но в данном случае у нас фраза relationships take work. То есть для того, чтобы над ними работать, нужно... То есть отношения, они требуют работы. Relationships take work. Запомните, друзья, требуется время. It takes time. Требуется над этим работать. It takes work. Ну или something take work. Очень добротная, рабочая, крайне эффективная конструкция. Друзья, берите себе ее на выражение. Alright? Alright. Relationships take work. Следующая фраза, которую вы видите перед собой, это вторая строчка. Зеленым шрифтом выделена фраза go through rough patches. And lots of couples go through rough patches. Alright? Go through – это проходить через. В принципе, перевод дословный. Что такое rough и что такое patches? Patch, сейчас вы видите на экране, это может быть как заплатка. Или, как знаете, такая накладка, которая пришивается к чему-то. Очень часто у бойскаутов в Америке вот подобные штуковины, которые вы сейчас видите, они как бы пришиваются к одежде. Это тоже называется patch. Rough – это какой-то жесткий. Допустим, поверхность может быть жесткая. Rough surface. Да? Или в фигурально, в переносном значении этого слова rough может быть, допустим, he's very rough, you know? Она очень такая, он, он очень такой грубый. Rough, rough. Или, допустим, rough time. Тяжелые времена. Как, собственно, в нашем примере. То, что вы видите зеленым цветом, выделено – это устойчивая фраза. Она касается чаще всего отношений. То есть, Джулиана сказала, многие пары проходят через трудные времена. And lots of couples go through rough patches. Если вы хотите использовать подобное выражение в русском языке, точнее, в английском языке, то есть проходить через трудные времена. Rough patches. Посмотрите, друзья, у меня сейчас на экране, и у вас тоже, собственно, да, у вас, собственно, тоже, появилась эта фраза. На английском языке перевод, точнее, этой фразы. То есть, если вы имеете или go through, проходите через вот эти вот rough patch или одну rough patch, you have a lot of problems for a time. То есть, у вас достаточное количество проблем в данном периоде. Да, то есть, это касается не только лишь отношений, на самом деле, но и любого временного отрезка любой, любой отрасли вашей жизни – rough patches. Итак, друзья, возьмите себе на вооружение, когда времена тяжелые, трудные, мы проходим через rough patch, ну или rough patches. Крайне занимательная фраза. Идем дальше. Третья строчка, бирюзовым цветом, вводим на фраза. Окей, то есть, get through – это как бы миновать их, проходить через них, преодолевать их, get through. То есть, get through these rough patches, да, то есть, проходить через эти трудные времена, get through. Разумеется, вы можете использовать эту фразу в буквальном значении этого слова, прямо вот в буквальном-буквальном, то есть, проходить через, физически через что-то, get through, проникать в что-то, get through, get through them. Также, друзья, обратите внимание, перед этой фразой использовано слово away. То есть, away, вы знаете, это путь, дорога, но в данном случае это способ. Очень часто, вообще, way – это крайне популярное слово, оно используется в дофига лярде разных фраз. Фраз, допустим, no way, ни за что на свете, не верю, no way, or you can say my way or highway, либо делаем, как я, либо вообще никак не делаем, и так далее, друзья. Возможно, как-нибудь когда-нибудь я посвящу отдельное видео этой фразе. Очень популярная висичка. Внизу, друзья, в комментариях, если у вас сейчас навскидку вылетают и приходят в вашу голову какие-то фразы с словом way, чешкните, пожалуйста. Я думаю, те, кто смотрят и читает комментарии, им будет полезно узнать какие-то дополнительные фразы. Ну а я, чтобы не удлинять видео, продолжу, с вашего позволения. Окей? Ну и в конце Джулиана сказала нашу ключевую фразу last resort. You know, divorce should be a last resort. You know, divorce should be a last resort. Окей? Вообще, в принципе, эту фразу первый раз я услышал у рок-группы Papa Roach. This is my last resort. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation. No breathing. Don't give a... Итак, last resort — это крайняя мера. Окей? То есть, когда уже ничего не работает, вы можете использовать... Когда уже ничего не работает, ничего не помогает, вы можете использовать фразу last resort. Окей? Крайняя мера. В каких ситуациях мы можем использовать? Ну, например, не знаю, ампутировать ногу — это last resort. Не знаю, почему мне в голову-то ампутированная нога завезла. Ну, или, например, продавать машину или квартиру, когда, допустим, денег не хватает. It's a last resort. То есть, это крайняя мера. Это не последний отдых, не последний отпуск. Друзья мои, берите эту фразу себе на вооружение. Крайне полезная и интересная вещичка. You know, divorce should be a last resort. Это что касается вокабуляра. Что касается произношения, хотел бы обратить ваше внимание всего лишь на две вещички, такие типично американские. В прошлом видео мне сказали, что лучше не мешать американские и британские, раз уж ты занимаешься американским, то делай американские. Я соглашусь. Так вот, обратите внимание, как Джулиана Мур произнесла фразу patches. Знаете, так, па-па, вот это американское па-патчез. And lots of couples go through rough patches. Patches, patches. Rough patches. Очень так аккуратно, бархатиста она эту фразу произнесла. Patches. Послушайте, patches. Ну и попробуйте. Patches. Patches. Rough patches. 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 Вот. Ну и в конце типично американизировано, типично по-американски она произнесла фразу last. Last. You know, divorce should be a last resort. A last resort. A last resort. Не lost, а last. Вот именно американское. It should be your last resort. Last. То есть мы скулы опускаем вниз. It should be your last resort. A last resort. All right? All right, друзья. Вот таким вот сегодня выдался коротыш, мини-видео урок. Сегодня мы узнали, что требуется работа для того, чтобы что-то закончить. Требуется время. По-английски будет take or it takes work, it takes time. Окей? Трудные времена. И проходить через эти трудные времена, по-английски будет to go through rough patches. Проходить через что-то, миновать, преодолевать будет get through. Ну или go through. Ну и крайняя мера, последняя надежда, это будет last resort. Друзья мои, спасибо вам большое за просмотр. По традиции, в конце этого видео я желаю вам отличнейшего дня. Учите английский с удовольствием. Получайте колоссальнейшее удовольствие от тех материалов, на основании которых вы изучаете. Ну и друзья, если у вас есть дополнительная энергия, заряжайте других людей на изучение языка. Это крайне интересная, важная вещь, которая в том числе и развивает нейронные связи в ваш головной мозг и делает вас молодее, бодрее и счастливее. Друзья мои, спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Stay tuned, guys. See you later. You are very young, relationships take work, and lots of couples go through rough patches, and there is always a way to get through them. You know, divorce should be your last resort. You are very young, relationships take work, and lots of couples go through rough patches, and there is always a way to get through them. You know, divorce should be your last resort. You are very young, relationships take work, and lots of couples go through rough patches, and there is always a way to get through them. You know, divorce should be your last resort. Продолжение следует...